Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить настоящий домашний творог из заквасок фирмы Экаком и закваски фирмы Вива. Данные закваски оптимизированы и рассчитаны для приготовления вкусного домашнего творожка из любого молока, который у вас есть. Будь то покупное молоко любой жирности, либо домашнее молоко, прямо из-под коровы. Обе закваски рассчитаны на небольшое количество молока, это примерно литр-полтора. Творожок будем готовить в одинаковых условиях для двух заквасок и разделим это на несколько этапов. Это внесение закваски, сквашивание продукта и отделение сыворотки от самого творога. Согласно рецептуре, указанной на упаковке заквасок, мы взяли нужное количество молока. Это ровно по одному литру для каждой закваски. Предварительно сырое молоко было пастеризовано до 65 градусов. Если это покупное молоко, стерилизовать его не следует, так как все процессы уже сделаны были на заводе. Для обезжиренного творога используйте низкое жирное молоко, это 0,5%, ну или такое, какое вы хотите. Для более жирного творога рекомендуется, конечно, использовать домашнее молоко, которое легко купить на рынке. После пастеризации молока охлаждаем его максимум до 38 градусов. После вскрытия упаковки вносим закваску непосредственно в молоко. И какое-то время подождем, чтобы закваска впиталась. Это примерно пару минут для лучшего растворения ее в молоке. Аккуратно и тщательно размешиваем нашу закваску, чтобы она растворилась во всем молоке и заняла весь объем молока в банке. То же самое повторяем и со второй банкой. Производитель рекомендует перелить молоко в термос, чтобы сохранить постоянную температуру для сквашивания. Но в домашних условиях можно обойтись и без этого. Достаточно накрыть наши баночки чистой салфеткой и оставить для сквашивания примерно от 12 часов до суток до образования сгустка, который впоследствии мы будем отделять уже от сыворотки. Также при желании вы можете укутать баночки с молоком, одеялом или толстым полотенцем для более быстрого образования. Прошло ровно сутки с момента заквашивания нашего молока заквасками. Хочу сказать, что обе закваски сработали очень хорошо. Сгустки получились у них достаточно густые. И можно сказать, что получилась такая рабочая закваска. Сгусток в первой банке производителя Viva у нас получился более однородный, более эластичный. Прекрасно створожился, все равномерно получилось. Так, давайте посмотрим теперь, какой же сгусток получился у нас во второй банке. Вот производителя ECOCOM. Так, также прекрасно створожился и уже даже начала отделяться сыворотка. То есть, это говорит нам о том, что действительно у производителей разное соотношение заквасочных культур. Ну, давайте продолжим готовить наш створок дальше. Для этого нам потребуется любая емкость, чтобы мы поставили наши баночки на водяную баню. Еще один очень интересный момент, друзья. Хочу поделиться его с вами также из своего опыта и рекомендации производителя других заквасочных культур. Данную закваску, то есть, данный творожок, который у нас получился, сейчас почти получился, вы можете взять из любой банки по 100 грамм вот этой закваски и добавлять примерно 1% от объема вашего молока. То есть, вы можете спокойно переквашивать новую партию творога. Воду заливаем примерно до половины объема банки. То есть, чтобы вода покрывала примерно половину банки. Для того, чтобы получился мягкий творог, нужно на медленном огне подогреть нашу кастрюлю до 32-35 градусов Цельсия. Для того, чтобы получился у вас более рассыпчатый творог, также нагреваем на медленном огне, но уже до 45-55 градусов Цельсия. Для удобства вы можете использовать вот такие термометры. Поставили наши банки на огонь. Баночки у нас промаркированные, поэтому мы знаем, какая закваска находится в каждой из банки. Огонь у нас ниже среднего. И медленно-медленно прогреваем наши банки до отделения сгустка от сыворотки. Температура нашего сгустка повышается. И сыворотка начинает отделяться. Творог производителя ЭКОКОМ начал сворачиваться и отделяться быстрее. Напомню, что вот так вот выглядела наша закваска. А который более эластичный сгусток был, сворачивается медленнее. Спешить в этом деле абсолютно не стоит. Наоборот, нужно выделить какое-то время, чтобы закваска более равномерно прогревалась и сгусток более тщательно отделялся. Итак, напомню, чтобы получился сгусток у вас более сухой и зернистый, нужно просто повысить температуру нашей сыворотки. Итак, вот у нас достигла температура 33 градусов. Я думаю, что при 40 мы выключим огонь и оставим на какое-то время в покое наш творог, буквально на 5 минут. Затем мы просто-напросто перецедим это всё в марлечку, перекинем и подвесим. Подготовим ёмкости для того, чтобы откинуть наш творог. Для этого нам потребуется 2 друшлака и 2 куска марли, ну или любую другую ткань, через которую можно будет слить нашу сыворотку. Обе закваски прекрасно отделили сгустки при 40-45 градусах. Теперь давайте процедим их через марлю. Первая будет у нас закваска Viva. Как помните, сгусток у неё был более эластичный. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Как видите, даже на начальном этапе сыворотка прекрасно отделяется и получается уже творожок. Давайте дадим какое-то время стечь лишней сыворотке, а потом подвесим. Так, вторая у нас закваска фирмы ECO.com. Она также очень хорошо отделилась. И здесь сгусток получается на внешний вид, даже, знаете, получилось меньше почему-то сгустка. Ну, посмотрим. Взвесим выход нашего готового творога. Проверим, какая у них зернистость и вкусовые качества. Так, у второй закваски по внешним признакам сгусток получился более плотным и более тянучим. Такой, похожий на молодой сыр. А как ни странно, та закваска, которая была у нас эластичной, творог у нее получился более рассыпчатый. Ну, давайте подождем еще какое-то время, пока вся влага у нас течет и посмотрим конечный результат. Друзья, вы можете оставить наш творог в друшлаке, чтобы стекла лишняя вода, а можете вот таким образом подвесить над раковиной или в любом удобном для вас месте. Вода будет стекать примерно 3 часа, потому что у нас небольшое количество творога. Также, кто любит понежнее и более, так скажем, масляничный вариант, то можете время сократить до 1 часа. Прошло 3 часа. Давайте взвесим выход готового продукта. И первой будет закваска Viva. Для этого мы затарим емкость. Выход творога закваски Viva у нас получился 180 грамм. А вес творога из закваски ECOCOM у нас получился 135 грамм. То есть на 50 грамм меньше выход готового продукта. Давайте сравним теперь вкусовые качества творогов. Первый будем пробовать творог на закваске Viva. Для начала мы его перемешаем, посмотрим его консистенцию. Творог получился достаточно жирный и рассыпчатый. Довольно легко зерна отделяются друг от друга и принимают привычный нам вид домашнего творога. Как видите, по консистенции он получается довольно красивый. А по вкусу сейчас мы его попробуем. Творожок я попробовал. Что могу сказать? Зерна достаточно легко кушаются. Вкус сливочный, приятный. Кислотность довольно-таки высокая. Но творог не кислый. Чувствуется такой хороший сырный привкус. Давайте попробуем теперь другой творожок. По внешнему виду творог на закваске Экоком получился по суше. Хотя делались в одинаковых условиях. Даже когда вот так вилкой его мнёшь, он достаточно твёрдый. зерно у него мельче получилось. Давайте теперь посмотрим, какая же у него кислотность и вкусовые качества. Зерно у творога более жёсткое, но вкус, если сравнивать с предыдущей закваской, получился менее кислый. Соответственно, кислотность у него ниже, чем у той закваски. Закваска Экоком также имеет приятный сырный привкус. Это говорит о том, что, видимо, в заквасках используется одна и та же культура в добавок с какими-то ещё культурами. Итак, если вы делаете такие маленькие порции именно для маленьких детей, я бы посоветовал всё-таки закваску Виво, так как она нежнее и значительно мягче. Но по вкусу закваска Экоком не уступает абсолютно закваске Виво. Поэтому, если у вас маленькие дети, то я советую всё-таки закваску Виво использовать. А если у вас уже достаточно взрослые люди, то можете использовать и закваску фирмы Экоком. Также хочу заметить, что наша вторая закваска имеет сходство с сыром такого типа, как адыгейский. то есть спокойно можете использовать этот творог в салате или ещё в каких-то блюдах. Также, я думаю, его можно отпрессовать и засолить в каком-то соляном растворе. Получится типа адыгейского сыра. Благодарю вас за внимание. Делайте свой выбор. Используйте эти замечательные закваски. ссылочки я оставлю в описании. До новых встреч!